Кадр один, дубль один. Ммм, отлично. Потому что я буду утром еще по делам. И я подъезду сразу за дорогу. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Это колонны? Ну посмотрите. Катрофон, как вы, как вы, как вы, как вы, перевыполнены рекламу, дополнительный проект на слое. Ммм, это хорошо. Попробуйте последить за музыку. Олл. Олл. Господин Недозайцев, можем начинать? Начинайте уже, пожалуйста. Коллеги, перед нашей организацией стоит масштабная задача. Нам на реализацию поступил проект, в рамках которого требуется изобразить несколько красных линий. Вы готовы взять на себе решение этой задачи? Конечно. Мы же это можем? Да, разумеется. Вот у нас сидит Петров. Он наш лучший специалист в области рисования красных линий. Мы его специально пригласили на совещание. Он выскажет свое компетентное мнение. Очень приятно. Ну, меня вы все знаете, это Леночка. Специалист по дизайну нашей организации. Так вот, нам надо нарисовать семь красных линий. Причем все они должны быть строго перпендикулярны. Несколько зеленым цветом и несколько прозрачным. Как вы считаете, это реально? Нет. Давайте не будем торопиться с ответом, Петров. Задача поставлена, ее нужно решить. Вы же профессионал, Петров. Не давайте нам повода считать, что вы не профессионал. Видите ли, термин «красная линия» подразумевает, что цвет линий красный. То есть, нарисовать красную линию зеленым цветом, ну, как бы, это не то, чтобы невозможно, но это близко к невозможному. Петров, ну, что значит невозможно? Я просто обрисовываю ситуацию, да? Возможно, есть люди, которые страдают дальтонизмом, да? Для них никакой вообще разницы, какого цвета эта линия есть. Но я не уверен, что основная целевая аудитория вашего проекта – это такие люди. То есть, в принципе, это возможно? Я вас правильно понимаю, Петров? Скажем проще. Линию, как таковую, можно нарисовать любым цветом, да? Но чтобы получилась красная линия, следует использовать только красный цвет. Петров, вы нас не путайте. Вы же только что говорили, что это возможно. Нет, вы, вы неправильно меня поняли. Я всего лишь хотел сказать, что в некоторых случаях, очень редких, очень редких, цвет линии не имеет значения, да? Но, даже в этом случае, но линия не будет красной. Но она красной не будет, она будет зеленой, а нам нужна красная. Верно? А если нарисовать их синим цветом? Все равно ничего не получится, потому что, если нарисовать их синим цветом, получится синие линии. И еще, извините, я не понял, что вы имели в виду, когда говорили о линиях прозрачного цвета? Ну, как вам объяснить, Петров? Вы разве не знаете, что такое прозрачное? Знаю. И что такое красная линия? Я тоже, надеюсь, не надо вам объяснять. Не надо. Так вот, нарисуйте нам красные линии прозрачным цветом. И как должен выглядеть результат? Ну, то есть, как вы себе это представляете? Ну, Петров, ну давайте не будем. У нас что, здесь детский сад? Кто здесь специалист по красным линиям? Вы или Морковьева? Я просто пытаюсь прояснить для себя детали задания. Ну, что тут непонятного-то? Вы же знаете, что такое красная линия? Да, но... И что такое прозрачное, вам тоже ясно? Разумеется, но... Так что вам объяснять-то? Петров, давайте не будем опускаться до непродуктивных споров. Задача поставлена, задача четкая и ясная. Если вопросы у вас есть, задавайте. Только вопросы конструктивные, конкретные, по существу. Вы же профессионал. Ладно. Бог с ним, с цветом. А что у вас там еще что-то по поводу перпендикулярности? Да, семь линий все строго перпендикулярны. Перпендикулярны чему? Ну, как бы... Всему между собой... Я думал, это вы знаете, какие бывают перпендикулярные линии? Да, конечно, знают. Профессионалы мы тут или непрофессионалы? Перпендикулярны могут быть только две линии. Ну, все одновременно линии не могут быть перпендикулярны друг к другу. Это... Это геометрия, шестой класс. Так, Петров, это уже переходит все границы. Давайте, пожалуйста, без оскорблений и намеков. Здесь высшее образование у всех. Не идиоты здесь собрались? Да, я тоже так считаю. Хорошо. Я вам нарисую. Нарисую линию. Вот, линия 1. Это линия, ни у кого нет никаких сомнений? Это линия. Рисую вторую линию. Вот, вторая линия, она... Она перпендикулярна первой? Да. Да, она перпендикулярна первой. Теперь... Я рисую третью линию. Я рисую третью линию. Вот, третья линия. Перпендикулярна ли третья линия первой? Да. Перпендикулярна, но второй нет. Второй нет, потому что они не пересекаются, они параллельны. Ну, наверное, да. Да? Да, потому что... Нет, как только если есть две линии, они могут быть перпендикулярны запросто, но как только появляется третья... А можно мне ручку? Да. А если... Ну, это... Это треугольник. Нет, нет, это... Это совершенно точно. Это не перпендикулярные линии. Ну, тем более их... Их... Их три, нам надо семь. Да. А почему они синие? Кстати, да. Сам хотел спросить. Просто у меня ручка синяя. Я же продемонстрировать хотел просто. Ну, так может, в этом-то все и дело. Линии этого синие. Вы красные нарисуйте, посмотрим, что получится. Получится то же самое. Ну, как то же самое? Как вы можете говорить, если вы даже не попробовали? Вот вы красные нарисуйте, посмотрим. У меня нет с собой красной ручки. Но, я уверен, что... А что же вы не подготовились? Знали же, что у нас сегодня собрание. Ну, я абсолютно точно могу сказать вам, что красным цветом получится то же самое. Ну, вы же нам сами в прошлый раз сказали, что красные линии нужно рисовать красным цветом. Вот, я даже записал себе. А сами рисуете их синей ручкой. Что же это, по-вашему, красные линии? Кстати, да. Я же еще спрашивал вас про синий цвет. Что вы мне ответили? Ой, подождите, мне кажется, я понимаю, о чем вы. Вы же сейчас не о цвете говорите, да? Вы про эту свою, как вы это называете, перпер... Чего-то там. Перпендикулярность, да, да. Перпендикулярность линии, но она с цветом линии никак не связана. Никак. Так, все. Вы меня запутали окончательно. У нас с чем проблемы? С цветом или с перпендикулярностью? И с тем, и с другим. Я ничего не могу понять. Есть задача. Нужно всего-то 7 красных линий. Я понимаю, их было бы 20, но их-то всего 7. Задача простая. Наши заказчики хотят 7 перпендикулярных линий. Верно? И Сидоряхин вот тоже не видит проблем. Я прав, Сидоряхин? Ну вот, так что нам мешает выполнить задачу? Геометрия. Ну вы просто не обращайте на нее внимание. Вот и все. Петров, вы ответите просто. Вы это можете или не можете? Я понимаю, что вы узкие специалисты, не видите общей картины. Но это же не сложно, нарисовать их это 7 линий. Два часа обсуждаем какую-то ерунду, не можем прийти к решению. Да. Вот вы только критикуете и говорите невозможно, невозможно. А вы нам предложите свое решение проблемы. А то критиковать каждый дурак может. Простите за выражение. Хорошо. Давайте так, давайте я вам нарисую 2 гарантированно перпендикулярные красные линии. Остальные будут прозрачным цветом. Ну то есть их не будет видно, но я их нарисую. Да. Вас это устроит? Нас это устроит? Да, нас это устроит. И только еще хотя бы вот парочка зеленым цветом. И у меня есть вопрос такой, можно? Да, конечно. А можно одну линию изобразить в виде котеночка? Что? Ну в виде котенка. Котеночка маленького. Просто наши пользователи, они любят разных зверушек, правда? И было бы очень здорово. Нет, нет. Ну почему? Нет, я конечно могу нарисовать вам кота. Я не художник, но я могу попробовать, да? Но это будет кот. Это не будет линия, потому что кот и линия это разные вещи. Котенок. Не кот, а котенок. Такой маленький, симпатичный. А коты, они понимают... Да все равно. Совсем никак, да? Совсем никак. Петров. Ну вы хоть дослушали бы до конца. Не дослушали бы, или нет? Я просто понял мысль. Нарисовать линию в виде кота невозможно. Ну и не надо тогда. Ой, а птичку? Птичку не получится? На чем мы остановились? Что мы делаем? Семь красных линий. Две красным цветом, две зеленым и остальные прозрачным. Я вас правильно поняла? Да. Вот и отлично. Ну что, все, коллеги? Расходимся? Еще вопросы есть? Ой, у нас еще есть красный воздушный шарик. Скажите, а вы его можете надуть? Да, кстати, мы можем это сразу обсудить, чтобы два раза не собираться. Петров. Мы это можем? Какое отношение ко мне имеет шарик? Ну он красный. Петров, так вы это можете или не можете? Ну простой же вопрос. Ну в принципе я, конечно, могу, но… Хорошо. Съездите к ним и надуйте. Командировочно, если надо, выпишем. Завтра можно? Конечно. Я думаю проблем не будет. Ну теперь у нас все. Отлично. Продуктивно поработали. Всем спасибо и до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok